Около семи лет уже прошло. Он, конечно, развивался с улицы. Я попадала, коротко попробовав, по предложению. Короче, чем он ценен, я считаю. Я думала, что я попробую, а там будет что будет. Во-первых, мне пришлось все бросить. Все работы, преподавания, все, что я на этого пробовала делать. Уже вот когда не могла работать в театр, ездить на гастроли, ну потому что мне нужно было дома быть. И, значит, получилось так, что, в принципе, все сделали вы и дальше продолжаете делать. То есть все сделали зрители, я правду говорю. Вот на улице подошли, я попала в конкурс. Потом на каком-то из концертов подходили зрители с конкретными предложениями. Вообще инициативы от меня не было никакой. Например, давайте в фотостудии какой-то там в Красном Селе сделаем там концерт первый, вот не на улице. Там были такие клавиши, были почти игрушечные. И там можно было какую-то кнопочку включить. И вот звучала японская музыка, там появилась гейша, между прочим. Потом какой-то танго. Там же набирается это все. Тут как бы шансон а-ля рок, если гитара потяжелее, все. Или надо владеть инструментом, понимаете, да, я про сочинительство говорю. А там вот, ну она никакая музыка, но она дает какие-то композиционные такие возможности, фантазии. Вот, и это была Оксана Сава, такая была у меня зрительница. Сейчас она фотографией занимается, всерьез там, профессиональной. Вот в этой фотостудии были у нас первые концерты, человек по 10, наверное. Потом я стала нынче стонать, лето пришло. Я говорю, слушайте, ну как-то в студии это все стены, это все вот коробка, нельзя как-то на улице. Они говорят, а у нас есть яблодовый сад за гаражами какими. Это в Красном селе было. Я говорю, да ладно. Вот, параллельно я только что вот закончила работать там и в театре со студентами. И тогда у меня училась перед тем, как я это вот заканчивала, и Лена Баенко теперь. Вот, и она, она еще не сказала, не сказали сотрудничество, а все равно ничего. Подъем, подъем. А, да-да-да-да-да. Вот, ну в общем, короче, вот были студенты, которые уже что-то начали делать вот музыкальное. То есть, например, Свет Сурганова, с которым вот я, это все подъемные люди, я их называю, не просто так, но уже профессиональные, которые попали в проект. А вот зрители, благодаря им я выпустила какую-то первую или не одну там книжечку со стихами хотя бы. Там вот сами как хотели, напечатали немножко с ошибками, две раза, два раза песенку повторили, или еще как-то сами все оформили, просто я прихожу, книжка выпущена. Но для меня это было вот просто вообще, я была в шоке. Вот, потом диск также, сколько-то лет спустя, подошла женщина на концерте, сказала, что эти песни нужно сохранить. Вот, я немножко обалдела, говорю, ну, не очень возможности есть, но я как бы пробую, я так сказала. Вот, теперь эта женщина, моя директор. Диск мы записали, какой-никакой, даже второй пробую. Вот, потом что еще было? Ну, вот как бы вот так складывался подъем. Кроме того, что поскольку я вот такой волчонок-одиночка, да, почему я так сейчас называла, я не знаю, вот, получается, что каждый раз у меня в новом пространстве разные составы. То есть задача была какая? То есть вот слово, ну, это известно, да, как назовешь, так и поплывешь. Вот, оно, конечно, ко многому обязывает. То есть ты же стараешься все-таки честно, ну, если ты вот это хочешь сделать, давай все-таки поменьше отклоняться от этого, да? Вот, но оно меня как-то строило, это слово, это название. И я поняла, по сути, что я буду делать так. Я не буду останавливаться, то есть мне не будет, ну, потому что иначе это не подъем, да? Подъем – это какая-то последовательность по-любому. Вот, и если я буду останавливаться, но у меня просто нет времени, то, знаете, есть юмор такой, там, как у доктора спрашивать, что у тебя не может быть, что это у меня, это так же чего-то, да? Ну, помню-то как. Он говорит, да не успеете. Ну, ну, вот, вот как бы я поняла, что я не успею. Я поняла, что я поняла, что я поняла, что я поначила. Ну, они так успокаивали, то есть. У меня уже юмор своеобразный медицинский год. Ну, это, правда, мне даже говорили сестре моей. Она, по-моему, выясняла про то, что вот она глохнет, там немножечко она еще с тошмен. И что, как бы, говорит, там не может быть, что это вот не просто, ну, возрастная, возрастная потеря слуха, а какие-то у нее закрали сомнения, что там что-то появляется или что-то. Он говорит, нет, даже если... Она говорит, а то я глохну, а мне нужно, что-то там внука водить куда-то ушел. Вот так, я вот через дорогу, он говорит, не, не успеете. И мы думали, селились просто над этим. Вот, вот у меня где-то так же, и я, короче, подумала, что я действительно нечего мне уже бояться, потому что я просто многого не успею. Вот, и пошла чисто вперед. Каким образом? Что если, а все время, это те, кто когда-то в жизни вот эту музыкальную пробу, создать какую-то команду, я вот преклоняюсь перед этими людьми, понятно, что они начали в 20 и раньше, и как бы все это время пахали на эту идею. Это действительно паха. Это, во-первых, там отваливаются люди. Приходят, уходят, пьют, меня, спевают, заражают. То же самое в театре. Вот, как бы только спектакль сделаешь, все в деле. А потом ушла завтра. Не, я почему-то говорю, я сама там у Итоль тоже пропадала в такие ситуации, кого-то, видимо, подводила. Ну, это жизнь, вот, она идет, и все. Потом там, ну, девочки чаще, так, мальчики, что-то пропадают, пропадают, причем тело запах, запах, и все. А ты поделай год, что-то, у тебя проект уже, все, ты только хочешь выпускать. И вот так все время. Значит, это нужны какие-то способности, вот, которые у меня даже если где-то глубоко есть, я бы вот ради дела, которое бы отыскала и стала бы использовать, я просто действительно, просто физически не успею. То есть, когда вот дать всем родить? Я подумала, пусть спокойно рожают, без меня. То есть, я их не буду припахивать никуда, а то из демографии плохо вообще. Потом скажут, что за подъем? Можно было родить, она нам не дала, например. Вот, пусть еще что-то, еще что-то. Вот единственное, что я думаю, когда мужиков к себе засыпаю, я думаю, а потом, может, начнут со мной работать и просят, наоборот, пить. Бывают такие идеи, и даже так происходило. Недолго, но бывало такое. Вот, если я тоже в плюсик ставила. Короче, мы таким образом, я решила идти вперед, а ко мне подплывают, подплывают, подплывают. Кто совпадает на этом отрезке пути, с тем я и работаю. Вот, естественно, при таком раскладе, чисто, ну, профессионально, если можно так сказать, и, по сути, можно только проект сделать импровизационным. Вот, потому что, ну, там ничего невозможно зафиксировать. Либо ты годами ведешь, пока оно сложится, все подойдут, вот это все. Вот, потом разругаются. Ну, люди сложные друг с другом, нам, всем. Вот, поэтому, короче говоря, каждый раз какая-то ступенька может быть совершенно с новым составом, с новыми музыкантами, с новым составом инструментов, а песни одни и те же. Их, правда, много, я честно скажу, их много. Многие из них я затеиваю, они просто где-то дома валяются. Сейчас уже меньше, сейчас у меня есть люди серьезные, которые за этим приглядывают, которые говорят, ну, как бы, вот, которые говорили с песней, надо сохранять. Я говорю, да, давайте, пожалуйста. Вот, и так, как бы, они вот как-то записаны просто, что-то начеркнули. Сейчас, наконец, их напечатали, они как-то вот эти петы, эти не петы, но если залезть вот в блокно, в блокнотике, я все равно руками только писала почему-то в телефон не получается, например. И они, я вдруг понимаю, думаю, да ладно, ну, в смысле, что это моя песня, у меня, блин, это был такой текст, вы представляете, вот так вот. То есть можно делать следующее ступень, я думаю. Это концерты или квартирники, скорее всего, такой вот формат, где надо спеть все, что я просто нашла. Написала и не пела никогда. Ну, лежит, валяется, не валяется, лежит. Причин этого много. Например, я часто придираюсь, если начинаю повторять вот эту же песню, мне ее приходится, конечно, доделать, она менее импровизационной уже является, ее нужно сделать. А если ты вот что-то почти на ходу сочинил, сыграл и сделал, то ты ее не повторяешь, как песню, но она просто есть. И там такие тексты, я иногда отрываю, ну, как бы странные для меня, удивительные. Я когда-нибудь этим, ну, займусь, может, даже через концерт. В марте какой-то концерт будет, музыка кофе, кстати. А потом, может, вот такой квартирник надо сделать, потому что просят там зрителя. На ход какую-то песню, говорю, это что это? Говорю, у меня много таких. Ну, давайте концерт сделаем. Так что вас заодно приглашаю, следите за фишками. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ